Здравоохранение, образование, культура. По словам жителей Радужного, все эти блага цивилизации покинули посёлок много лет назад, превратив его в заброшенное, всеми забытое место. По словам Ирины Сакиряка, о том, что населённый пункт планируют закрыть, говорили ещё в 2013 году. Тогда начали процесс ликвидации местной радиостанции, на которой работало почти всё взрослое население. Людей обещали расселить. Но обещанного они ждут до сих пор, а тем временем Радужный рушится на глазах. Проблем становится всё больше. Самое острое – состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства. Управляющей компании у нас уже год нет. У нас мусор вывозится очень редко. Дворы не убираются, подъезды тоже не метутся. С сантехниками проблемы, с электриками. Но сами понимаете, когда нет управляющей компании, что это очень трудно куда-то либо обратиться. Особенно беспокоит колымчан вопрос вывоза мусора. Сельчане рассказывают, он может копиться неделями, а то и месяцами. Какая стоит вонь, словами не передать. Правда, к нашему приезду контейнер был практически пуст, но, по словам жителей, это редкость. А между тем, платят они исправно, вот только не понимают за что. Не меньше волнует людей состояние жилого фонда. Большинство квартир пустуют, внутри всё разлагается, в некоторых помещениях уже провалились полы, гниют и трубы. Из-за отсутствия контроля о том, что прорвало, например, канализацию, узнают только, когда отвратительный запах проникает в жилые комнаты или, как сейчас, фекалии текут по стенам. Жалуемся, говорим, ну а что они? Никто никому ничего не надо, делайте всё сами, своими руками. Потому что, говорят, всё равно ваш посёлок на расселение, или просто денег нету, или сантехников нету. И вот какие-то всегда отговорки. Мы, короче, никому не нужны. Делайте всё своими силами. Жители уверены, если бы эти два дома взяла под контроль ответственная управляющая компания, проблем стало бы куда меньше. Но ни одна не хочет сотрудничать. С вопросом, почему мы обратились к главе администрации Уольского городского округа Валерию Форостовскому. Ушла компания оттуда, потому что они не платят за услуги. Психология людей таким образом, что сейчас уже созрела, что дома идут под расселение, рано или поздно они выселятся. И те уехали, которые, ну, грубо говоря, половина квартир почти не живут. И те, которые проживают там в посёлке, они, по их примеру, тоже не платят. То есть управляйка одна была, вторая управляйка, она просто реально уходит оттуда из-за того, что нет оплаты за коммунальные услуги. Конечно, это только одна из множества проблем, на которые жалуются жители Радужного. Что ещё беспокоит колымчан и как комментируют ситуацию власти, мы расскажем в программе «В центре внимания» в этот четверг в 7 вечера. Олеся Хитагурова, Илья Пачин, Олег Дудник. Специально для Карибу.